Добрый день! Вы смотрите выпуск новостей. Меня зовут Егор Матаев. И вот главная тема к этому часу. В День Победы в Барнауле пройдет традиционная выставка ретроавтомобилей. Какие машины будут представлены и кто восстанавливает старую технику? Расскажем в выпуске. День радио отметят завтра в нашей стране. Наша съемочная группа узнала, почему радио до сих пор востребованное средство передачи информации. В Барнауле прошли соревнования студенческих спортивных клубов. Кто получил путевку на всероссийский финал, узнаете через несколько минут. В Барнауле разослали сообщения о минировании всех городских школ, зоопарках, гордумы, аэропорта, электростанций и железнодорожного вокзала. Об этом пишет Толк. Анонимные письма пришли на электронные адреса редакции СМИ, некоторые ведомства и некоторых ведомств и образовательных учреждений. В тексте говорится, что бомбы якобы взорвутся около 9-11 часов утра. В Главном управлении МВД по Алтайскому краю эту информацию пока не подтвердили. Напомню, заведомо ложное сообщение об акте терроризма наказывается с штрафом от 200 тысяч рублей или лишением свободы до 5 лет. И продолжу выпуск. В Алтайском крае окажут материальную помощь раненым в спецоперации на Украине военным. Такое решение принял губернатор Виктор Томенко. Получившие ранения во время спецопераций на Украине, ЛНР и ДНР получат по 500 тысяч рублей в виде единовременной матпомощи. Средства будут направлены из бюджета Алтайского края. Напомню, ранее Виктор Томенко принял решение о выплате миллиона рублей семьям погибших военнослужащих в результате специальной военной операции. И к другим темам. В Барнаульском микрорайоне «Спутник» проводят реконструкцию системы водоснабжения. Там обновят 136 метров водопроводных и 114 метров канализационных сетей. Помимо этого оборудуют два резервуара чистой воды и две артезианские скважины. Также установят насосную станцию и станцию очистки воды. Цель данного проекта, он остается также на подземных источниках, на двух, как я уже упомянул, да, артезианских скважин. Но предусматривает собой достаточно накопителей, которые позволят обеспечить данные микрорайоне стабильным расположениям. Благодаря строительству водоподготовки на данных сооружениях будет обеспечено и качество подаваемой воды соответствующих санитарным нормам и правилам. Реконструкцию планируют закончить до конца года. На работы выделили почти 138 миллионов рублей из федерального и краевого бюджетов. Трамвай Победы Трамвай Победы сегодня проедет по Барнаулу. На маршруте номер один пройдет одноименная акция российского движения школьников. Это будет трамвай, оформленный по типу поездов, на которых бойцы возвращались домой в Победном 45-м. В проекте примут участие 11 школ Барнаула. В трамвае под аккомпанемент гармонии молодые люди в форме советских солдат споют военные песни. В качестве почетных пассажиров приглашены ветераны, участники Великой Отечественной войны. Их будет встречать на остановках по указанному графику ученики, родители, педагоги школ, одетые по моде 40-х, с цветами в руках. В День Победы в Барнауле пройдет выставка ретроавтомобилей. Какие машины будут представлены и кто восстанавливает старую технику, смотрите в сюжете Артема Тарасова. Я на такой машине начинал работать водителем. Но в то время таких приборов еще не было, как сейчас на этом автомобиле. Знакомьтесь, Виктор Алексеевич Огарь. За рулем с 1949 года. С тех же времен несменным атрибутом его образа является и шоферская кепка. Свой водительский опыт начинал именно за таким автомобилем ЗИС-5. Сейчас с упоением разглядывает транспортное средство, на котором он обучался. Да, это родная для меня машина. Я научился на ней, как правильно ездить, как правильно за ней ходить, как ее шприцовать. Сейчас Виктор Алексеевич подсказывает мастерам, как правильно ухаживать за ретроавтомобилями. Долгое время ему приходилось заниматься снабжением транспортных предприятий. Поэтому он знаком с машинами, как никто другой. Приборы. Это подсос, это вот зарядка аккумулятора, это температура машины, это газ поставить, держать, это руль туда-сюда, это свет туда-сюда. Вот такие дела. Среди экспонатов есть множество легендарных моделей. Чайка, Победа, Москвич и многие другие. Все они на ходу. Познакомиться с ними поближе можно будет в День Победы с 9 до 14 часов. Выставка автомобилей пройдет на парковке Барнаульского автовокзала. Артем Тарасов, Анатолий Фукс. Новости. А в Шипуново появилась легендарная боевая машина БМ-13, которую на фронте во время Великой Отечественной войны ласково называли «Катюшей». Над созданием прототипа трудились трое пенсионеров. Все они участники военно-исторического клуба «Боевая колесница». В этом автомобиле рулевое колесо с деревянным ободом, как в войну было. Сидения простые, с брезентом обшиты. Кабина тоже деревянная, обшитая только железом. Грузовик капитально отремонтировали, привели в идеальное состояние, установили направляющие для реактивных снарядов, прикрепили макеты боеприпасов. Копия легендарной «Катюши» создана на базе автомобиля ЗИС-6. На восстановление по чертежам 41-го года ушло 2,5 года. Это уже десятый проект клуба «Боевая колесница». Реконструируемая техника стоит в таких городах, как Хабаровск, Тула, Воронеж и Новосибирск. По эту сторону Урала, по моим сведениям, автомобиля вот такого, вот такой «Катюши» нет ни одной. Поэтому решили показать такой, какой он был, значит, настоящий автомобиль. Откуда он взялся? Что-то из земли. Земля родная отдаёт. Что-то, чем-то друзья помогли, значит, переписывались, что-то присылали, что-то подарили. Увидеть «Катюшу» вживую можно будет уже 9 мая на улицах села Шипунова. День радио отметят завтра в нашей стране. Его учредили в 1945 году к 50-летию изобретения первого приёмника. С тех пор праздник стал ежегодным. В нашем регионе его отпразднуют почти 5000 работников связи. Юлия Шеламова узнала, почему радио до сих пор востребованное средство передачи информации. Женя в семьях. Он соединял людей на больших расстояниях. Через него сообщали важные новости. Радио и сегодня востребованное средство массовой информации. Если мы говорим про среду передачи данных, она как была, так и остаётся. И нужно отметить, что само радио, ну как и телевидение, оно пережило целый такой революционный скачок, когда три года назад мы перешли на цифровое эфирное вещание. Здесь у нас есть два мультиплекса, 20 цифровых каналов. Плюс у нас есть ещё и 21-я, и 22-я региональная, муниципальная кнопка. Есть у нас и три радиоканала, которые также идут в мультиплексе и доступны на территории всей Российской Федерации. Так что как средство массовой информации это максимально востребовано. Первый радиоузел в Барнауле появился в 1925 году на улице Пушкина. Тогда в краевой столице было всего 14 радиоточек. За 20 лет их число достигло 10 тысяч. Радио – он надёжный способ связи. Когда во время природных катаклизмов другие средства выходят из строя, радио продолжает работать. Поэтому его активно продолжают использовать в служебных и военных целях. Отец барнаульского коллекционера радиотехники Александра Даниленко был связистом в годы Великой Отечественной войны. И в 17 лет, в 42-м, даже в 16-м лет он был призван, а потом в 43-м попал на фронт. Вот на Курскую дугу как раз, под город Ковель, там страшные бои шли. И служил в роте связи, радистом, при командире батальона на передке, всегда, как говорил он, всегда на переднем крае. Ко дню радио в Барнаульском музее «Город» открыли временную мини-выставку советских транзисторов и радиоприёмников советской эпохи. На ней полсотни экспонатов 50-х, 80-х годов прошлого века. Их предоставил музей «Мир времени». Выставка будет работать до 8 мая. Вход на неё свободный, без возрастных ограничений. Юлия Шламова, Сергей Балуев, Новости. В Барнауле прошли региональные соревнования студенческих спортивных клубов. Региональный этап был отборочным на всероссийский клубный турнир. Участники представляли вузы, которые входят в ассоциацию студенческих спортклубов региона. Вместе они занимаются продвижением и популяризацией массового студенческого спорта. Особенностью турнира является его комплексность. То есть команда, состоящая из 8 человек, принимает участие в 5 видах спорта. Это волейбол, кроссфит, перетейдение каната, настольный теннис и фифа. В командном зачёте на третьем месте расположились студенты педагогического университета. Вторыми стали представители технического вуза. Возглавила турнирную таблицу команда медицинского университета. Именно они представят Алтайский край на всероссийском этапе. Он пройдёт в Казани с 19 по 23 мая во время фестиваля Ассоциации студенческих спортивных клубов России. Ничто так не объединяет людей, как хорошая песня. 9 мая телеканал «Катунь-24» представит зрителю уже пятый клип проекта «Пой Алтай». Новый сезон посвящён 90-летию Роберта Рождественского. Поэт родился в селе Косиха Алтайского края. Второй клип нового сезона записан на стихи Рождественского о далёкой родине. В оригинале её поёт культовый советский исполнитель Муслим Магомаев. Участие в съёмках приняли шесть районов и городов Алтайского края. Шулаболихинский, Михайловский, Куринский, Шипуновский, а также города Барнаул и Олейск. В общей сложности 20 музыкантов. Вокалисты записывали голосовые дорожки в местных домах культуры и высылали на сведение аранжировщику Андрею Вотину. Не пропустите премьеру клипа. Увидеть его можно будет 9 мая в эфирах и на сайте телеканала «Катунь-24». Ну а к этому часу у меня всё. До встречи.